МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До нового 2020 года остается 22 дня. В эфире новости в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Дорога жизни. Наша съемочная группа побывала на строительстве зимника Нарьин Марусинск. В этом году, согласно проведенных торгов, обустройством и содержанием транспортной артерии, занимается компания «Строй Универсал». За нами будущее. В Заполярье завершился первый форум регионального отделения российского движения школьников. На пяти площадках ребята постигали новые навыки под руководством спикеров из других регионов. Пышные платья, белоснежные кители, полонез, вальс и мазурка. В Нарьин Маре прошел первый арктический бал. Его дебютантами стали воспитанники школы светских манер. Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. В Ненецком округе началось обустройство зимника Нарьин Марусинск. В этом году, согласно проведенных торгов, обустройством и содержанием главного зимника региона будет заниматься компания «Строй Универсал». С окружным предприятием заключен госконтракт на сумму более 83 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета. Согласно техническому заданию, общая протяженность трассы автозимника будет составлять 54,8 километра. Таким образом, по сравнению с прошлым сезоном, она сократится более чем на 16 километров. Как пояснили в централизованном стройзаказчике, это произойдет за счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги Нарьин Марусинск. На сегодняшний день наш подрядчик «Строй Универсал» занимается устройством основания зимника, устройством снеголедовых дамп и подготовкой дорожно-ремонтных пунктов к эксплуатации. К концу декабря мы постараемся выйти на активную эксплуатацию уже самого зимника при условии соответствующей погоды. Ну и для того, чтобы жители округа смогли своевременно выехать в сторону России, в сторону Коми республики. Мы видели, что вешки расставлены, да? Вешки расставлены, зимник проминается, устраиваются дамбы, устраиваются дорожно-ремонтные пункты, строительство зимника идет полным ходом. Общая протяженность трассы автозимника Нарьин Марусинск в сезон 2019-2020 годов около 55 километров. Ширина проезжей части традиционно составит 6 метров. Расчетная скорость движения от 30 до 50 километров в час. На крутых спусках и подъемах будет дежурить специальная техника. Кроме того, на зимнике подрядчику предстоит организовать три ледовых переправы через реки. В соответствии с условиями контракта, устройство зимника Деусинска должно завершиться в течение 30 дней со дня заключения контракта. Содержание автодороги также зона ответственности подрядчика со дня следующего за днем приемки объекта в эксплуатацию. При этом днем окончания работ по содержанию зимника считается день вступления в силу приказа профильного департамента о запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам в Тундровой и Лесотундровой зонах на территории региона. И в предложении темы. На третьем участке строительства дороги Нарьин Марусинск завершается возведение автомобильного моста через реку Лая. Подрядчик компания Усинская ДРСУ. Ход работ на объекте накануне оценили представители профильного департамента. Подробнее о том, как идет строительство трассы Нарьин Марусинск в материале Ольги Русул. Два часа в пути, и вот уже треколы останавливаются возле первого участка автомобильной дороги Нарьин Марусинск. Строительство здесь ведется в три этапа. Возведением первых двух, их протяженность более 11 километров, занимается компания Техносфера. С этой организацией по итогам торгов были заключены два госконтракта на общую сумму почти 2 миллиарда рублей. В данный момент происходит возведение насыпи земельного полотна. Задействованы 63 единицы техники, 28 единиц самосвального парка, 15 единиц дорожно-строительной техники. Суточный объем вывоза грунта на данный момент составляет 5000 кубов в сутки. Общее количество штатных сотрудников, задействованных на объекте, сейчас составляет 160 человек. Самым сложным в пути оказались 26 километров второго участка. Здесь работы пока не начались. В скором времени именно здесь оборудуют зимник. Наша съемочная группа тем временем приближается к следующему участку. Третьим его строительство ведет Усинская ДРСУ. На сегодняшний день объект готов практически полностью. Осталось лишь завершить монтаж мостового перехода через реку Лая. Сейчас происходит надвижка пролетного строения. И в принципе остаются там мелочи, барьерное ограждение и перила. Вот, все. И подходы с моста с этой стороны по дороге. И через 10, все, движение будет открыто. В то же время продолжается ремонт моста через реку Колва. Он был построен в 1989 году. За 30 лет капитальный ремонт моста ни разу не проводился. Работу ведет компания «СМКстрой». Стоимость контракта составляет порядка 815 миллионов рублей. Общая длина моста составляет 370 метров. Вид покрытия – железобетонные плиты. В июле 2019 года заключен государственный контракт на капитальный ремонт моста через реку Колва. Протяженность мостового перехода 370 метров. Подрядчик «СМКстрой» на субподряде работает организация «Линейный город». Для обеспечения круглогодичного проезда по дороге Нарин-Марусенск необходимо реализовать строительство еще трех участков общей протяженностью порядка 40 километров. Это третий этап первого участка протяженностью 12 километров, строительство которого запланировано на 2019-2023 годы. Второй участок дороги протяженностью 20,6 километров с мостом через реку Лаевош, строительство которого запланировано на 2020-2024 годы. А также участок с мостом через реку Шапкино протяженностью 6,6 километров. Достроить объект планируется к 2022 году. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В Архангельске прошел третий международный кинофестиваль «Арктик Оупен». Социально-культурный проект, объединяющий представителей киноиндустрии, журналистов, писателей, мастеров театра, ученых, студентов и жителей северных территорий. О том, как прошел фестиваль, расскажет Наталья Кислякова. Традиционно на открытии фестиваля ленточку не разрезают, а разбивают, тем самым символизируя открытие Арктики. На торжественную церемонию пришли организаторы, режиссеры, члены жюри, а также представители власти. И мне бы хотелось пожелать всем, чтобы мы с вами встречались не год, и не два, и не три, а может быть десятилетиями. И через несколько лет мой сын, которому сейчас 12 лет, шел бы просто по улице и наткнулся на кого-то из наших гостей и сказал, «Вау, такая величина, такая звезда, актер, режиссер, оператор, монтажер, сценарист, кто угодно приехал и вот так просто ходит по улицам города Архангельска». «Может быть, для него это тоже станет началом чего-то. Поэтому желаю всем хорошего вечера, хороших фестивальных дней. А правительство Архангельской области всегда по-перше такие инициативы. Спасибо вам большое». На фестиваль прибыли режиссеры из России, США, Канады, Исландии, Голландии, Швеции, Дании, Испании, Чехии, Турции и Австралии. В конкурсной программе демонстрировались лучшие образцы современного кинематографа стран Арктики. Всего на фестиваль было подано 3000 заявок. 58 из них прошли конкурсный отбор. «Самый главный, наверное, критерий – это хорошее кино, это интересное кино, которое отвечает сегодняшним потребностям. Это нас с вами, жизни, проблемы, которые поднимают. Это прежде всего это. То есть это пульс времени. Мне кажется, что это самый главный критерий, чтобы в человеке отзывалось». Участники и гости фестиваля смогли познакомиться с фильмами различных жанров – от документальных до художественных – на 22 площадках города и области, а затем проверить, совпали ли их симпатии с выбором жюри. «Никих сложностей не было. Мы довольно быстро и согласованно выбрали победителей. И я думаю, что фестиваль сможет гордиться тем, что это будет вполне такой международный отбор. То есть действительно фестиваль подтвердит свой международный статус благодаря и программе, и выбору призеров. А фильмы, конечно, между собой соревновались на равных абсолютно. Здесь были разные фильмы из разных стран и фильмы, уже побеждавшие на различных премиях. Вот, соответственно, это более или менее все фильмы одного уровня. И дебюты тоже здесь были, то есть фильмы, которые еще нигде не были. Вот мы все это отсмотрели в течение нескольких дней. Также в рамках «Арктикопен» прошли образовательная деловая культурная программы «Питчинг-медиа-летучка-семинар» для руководителей киноклубов, внеконкурсный показ фильмов и многое другое. То есть вот стараемся быть, идти не только даже в ногу с современностью, да, а немножечко чуть вперед. И может быть для Архангельской области это где-то новое, где-то не очень понятное. Но я думаю, что лиха беда начала. Конечно, нам бы хотелось, чтобы именно вот Нау, Наринмар, побыстрее поняли, что это такое. И уже так тоже были нашими союзниками, единомышленниками. Думаю, что мы сделаем вот проект такой большой, это не просто фестиваль, да, он идет 10 месяцев, после фестиваля мы начинаем 4 месяца. Такой у нас киномарафон, фильмы, которые вот шли на кинофестивале, короткометражные, документальные, мы отдаем в область. И с удовольствием отдадим ваш большой дворец культуры. Поэтому можно будет там тоже посмотреть документальные, короткометражные фильмы. Добавлю, третий международный кинофестиваль «Арктикопен» стал победителем первого конкурса 2019 года на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также поддержан Министерством культуры Архангельской области. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». За нами будущее. В Заполярье завершился первый форум регионального отделения российского движения школьников. На пяти площадках ребята постигали новые навыки под руководством спикеров из других регионов. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. В стенах школа номер один оживленно, несмотря на выходной день. Ребята разных возрастов в брендированных футболках и куртках спешат из кабинета в кабинет, что-то эмоционально обсуждают, поют прямо в коридоре, звонко смеются. Заходим в кабинет с табличкой «Гражданская активность». Здесь ребятам их куратор рассказывает о том, кто такой лидер и почему за ним идут люди. Все это неспроста. На региональном форуме российского движения школьников нет неталантливых ребят. Их в принципе не бывает. Главное – научиться раскрывать потенциал. РДШ – это замечательное сообщество. Это большой дом, в котором каждый наш школьник, каждый ребенок может найти себя, может найти свое место, который может реализовать то, что он умеет. Не обязательно петь, танцевать или писать стихи. Достаточно просто быть, хотеть быть полезным обществу и делать для этого все. И вот мы хотим и делаем все для того, чтобы каждый школьник нашел себя в нашем движении. Одна из самых оживленных площадок информационно-медийного направления, где наши юные коллеги постигают мастерство журналистов. Здесь кто-то рисует стенгазету, кто-то пишет репортаж, а кто-то пробует себя в качестве ведущего перед камерой. На площадке мы пробуем свои силы. В телевидении мы создаем новости. Пока это новости для школьников, пока это друг для друга. Но когда-то вот из этих ребят, которые сейчас пробуются, возможно, мы увидим на наших экранах, и вы будете слушать их новости. На площадке военно-патриотического направления стоит звон металла. Ребята учатся сборке-разборке автомата, строевой подготовки и готовят игру квест для остальных участников форума. Передвигаемся в школьный актовый зал. Здесь ребята по направлению личностное развитие учатся тонкостям организации мероприятий, занимаются режиссурой и репетируют закрытие форума. Эта организация дала мне очень многое. То есть, если раньше я была замкнута и боялась как-то показать себя, выделиться, то благодаря российскому длению школьников я с легкостью выхожу уже на сцену. Я занимаюсь театральной студией, пою, танцую. И мне это помогло развить свои качества. То есть, если раньше я не знала о том, что мне это дано, то сейчас я уже с легкостью, если мне скажут, можешь выйти спеть, то я на самом деле спою. Мне не так страшно, как было до этого. Самые веселые и находчивые репетируют свое выступление для финального концерта. Площадка КВН – это место, где ребят учат писать шутки и подавать их так, чтобы смеялись даже самые серьезные эксперты и учителя. У нас вообще по всей России, в Российском движении школьников проходят такие форумы, вот именно такого формата. А в нашем регионе он, да, он первый. Называется он «За нами будущее». И действительно, за вот этими ребятами, которые сейчас находятся здесь, на форуме, и порядка 120 человек, более 120 человек, соответственно, будущее за ними будет. Все эти ребята здесь потому, что им интересно создавать себя как личность. И, глядя на их горящие глаза, понимаешь, что наше будущее в надежных руках. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Пышные платья, белоснежные кители, полонез, вальс и мазурка. В Нарьинмаре прошел первый арктический бал. Его дебютантами стали воспитанники школы светских манер. Проект на средства гранта реализовала некоммерческая организация «Возрождение». Окунуться в атмосферу конца 18-го – начала 19-го века смогла и наша съемочная группа. Дебютанты первого арктического бала выходят под полонез. Этим величественным танцем раньше открывались балы. В зале слышны восторженные реплики, белые кители, красота бальных танцев, и грация ребят поражает. На сцене они выстраивают танцевальные фигуры, появляется главный гость этого события. На нашем балу присутствуют высокие гости. Позвольте представить вам Иван Сергеевич Арцишевский, представитель царской семьи Романовых и руководитель проекта арктических бал и школы светских манер Любовь Сергеевна Пермякова. Представитель рода Романовых Иван Арцишевский обратился с приветственным словом к гостям бала. Мы обращаемся ко всему к этому и смотрим, организуем и делаем это для того, чтобы помнить и знать, что будущее наше стоит на прочном фундаменте нашей великой культуры. Вы знаете, я когда сказал администрации Санкт-Петербурга о том, что я еду на Ленмар на бал, на арктический бал, возник даже некоторый ажиотаж, губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов и председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга заинтересовались очень и предложили давайте сотрудничать, давайте вместе делать, давайте делать замечательные такие балы, эту культуру продолжать. Гостями бала стали молодые исполнители, студенты Архангельского музыкального колледжа. Нарьенмар, струнный квартет, прибыл под руководством заслуженного работника культуры России Олега Клишева. И вновь на сцене главные герои праздника воспитанники Школы светских манер. Для зрителей они исполнили вальс под музыку Евгения Доги. Еще одним событием в программе Арктического бала стало выступление лауреата международных конкурсов оперного исполнителя Даниила Горшкова. Концертная программа закончилась озорной мазуркой. Далее всех гостей праздника распорядитель бала пригласил в фойе Дворца культуры, где можно было сделать арктическую бутоньерку, изучить язык веера и сделать пару снимков в тематической фотозоне. Здесь же главные герои и гости праздника поделились своими впечатлениями. Казалось, будет страшнее. Ну, на самом деле. Ну, эмоции перевосходят. Ну, как бы мы выдохнулись, спокойно выступили, но когда за кулисы выбежали, уже там все орали «Ура! Ура!» Все закончилось, слава Богу. Выступили, все хорошо. Все очень красиво, очень достойно. Приятно посмотреть на молодых людей, на молодых девушек, которые являются еще и студентками нашего колледжа Ринмарского, социально-гуманитарного. Ну, что хочется сказать. Жаль, что это эпизодически, что это только в рамках проекта. Хотелось бы, конечно, чтобы это, может быть, как-то получилось бы внедрить даже в образование. Вы, наверное, отметили, люди, которые никогда не танцевали, что можно было сделать за эти полтора месяца. Это титанический труд, на самом деле. Они достойно выступили. Посмотри, какая грация, осанка. Я восхищена. Я очень довольна за своих детей. И вот желаю им хорошего жизненного пути. Продолжился вечер в зале торжеств Дворца культуры, где участников ждали бальные танцы и светские игры от лауреата международных и всероссийских конкурсов, преподавателя Архангельского музыкального колледжа, руководителя и балетмейстера Федора Брыкалова. Еще одним сюрпризом вечера стали подарки для воспитанников школы светских манер. Ольга Руслова, Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова